Камера Вильсона. Авторы проекта. Попов Даниил, Тарасов Денис, Шипицын Иван, Мещерякова Мария, Алексеичева Мария. Руководитель проекта Климанов Сергей Геннадьевич. Цель проекта. Воссоздать известный эксперимент Вильсона по реализации радиоактивного распада. Реализовать одну из вариаций этого опыта и провести исследование полученных треков заряженных частиц, амирица и космических лучей. Техническое задание. Сконструировать модель, состоящую из камеры наблюдения, системы охлаждения, оптического устройства, системы анализа работы устройства. Визуализировать треки частиц с помощью возникновения конденсата из-за пропилового спирта на месте движения заряженных частиц. Оптической системе на основе лазеров. Модель установки. После разработки ТЗМ разработали 3D-модель нашей будущей камеры. Она состоит из двух отсеков. Отсек, в который будут собираться конденсаты, в который будут видны треки. И отсек с охлаждением, в котором будут находиться элементы пельтье. Работа с элементами пельтье. Элементы пельтье собирались так называемым бутербродом. Причем по убыванию по мощности. Самый маломощный элемент пельтье стоял в самой камере Вильсона, а все остальные ниже. Это сделано для того, чтобы повысить мощность устройства. Так как элемент пельтье работает таким образом, что одну сторону он нагревает, а вторую охлаждает. Если нам нужно максимально охладить одну сторону, то вторую нам надо тоже постоянно охлаждать, так как она будет нагреваться. Соответственно, разница температур будет константной. Но чем ниже температура на теплой стороне, тем будет ниже температура на холодной стороне. Таким образом, мы добились температуры в минус 40 градусов, что вы можете увидеть на слайде. Тестовая сборка. После того, как была построена 3D-модель и написана ТЗ, был произведен прототип нашей камеры Вильсона. Он был изготовлен из оргстекла. Были собраны и установлены элементы пельтья в него. Как мы можем увидеть, уже видны на нем треки. После того, как был собран прототип, были учтены все недочеты и была изготовлена еще одна установка. Она уже была герметичной. Если в прототипе нашей камеры Вильсона мы использовали салфетку для того, чтобы конденсировать с нее спирт, то сейчас мы уже использовали губку, так как она лучше отдает влагу и больше в себя впитывает. В финальную сборку уже был установлен настоящий америцей, то есть радиоактивный элемент. Как мы можем заметить, на слайде на элементе пельтья уже появляются треки, которые мы можем увидеть и взглядом. Итоги. Была освоена теория, определена концепция проекта. Определено необходимое оборудование. Построена и доработана модель установки. Произведена сборка и тестирование установки. Проведен ряд экспериментов с подключением элементов пельтья. Был реализован известный эксперимент Вильсона по вирусуализации радиоактивного распада. В дальнейшем мы планируем сделать систему для фото и видеофиксации треков, для того, чтобы определять такие параметры частиц, как заряд и массу. На этом все. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова